комфортно. Он испытывал хандру и ходил очень унылый. И он думал, что жизнь станет его веселее, если он начнет употреблять алкоголь. Но, к сожалению, это его жизнь веселее не сделало. Тогда он пришел к своему учителю, мудрецу, и спросил у него. Он сказал ему, можешь ли ты предложить мне какие-то таблетки от депрессии? А учитель говорит ему, скажи, а ты в Бога веришь? Нет, я атеист, и в этими глупостями не занимаюсь. Тогда, говорит ему мудрец, никакие лекарства тебе не помогут. Почему удивился юноша? Потому что жизнь без Бога, она пуста и лишена смысла. И еще подумав, мудрец добавил, в душе каждого человека есть пустота, которую может наполнить только Бог. Вот каждый человек пытается заполнить эту пустоту тем, чем может. Каждый это делает по-своему. Кто-то смотрит телепередачи, кто-то играет в игры, в карты, кто-то прыгает с парашютом, а ты вот начал увлекаться вином и хочешь начать пить таблетки. Но удовлетворение наступит только тогда, когда эту пустоту заполнит Бог. Бог, ведь для Него она, эта пустота и создана. И им эта пустота создана. И чтобы человек был счастлив, он должен искать и познать Бога. Он должен заполнить пустоту своего сердца Богом. И тогда на мир он будет смотреть другими глазами. И все окружающее его будет казаться совершенно иным. В исполнении вокального дуэта Яны и Татьяны Чугуряну произвучит произведение «Людям нужен Бог». Я смотрю в глаза людей Вижу сердце пустоту Все бегут в потоке дней Потеряв мечту Средь бесчетных тысяч лиц Каждый одинок Их безмолвный сердце крик Слышит только Бог Людям нужен Бог Людям нужен Бог В Нем источник жизни всей И душе покой А беды хранят А беды хранят Слышит каждый вздох Если б каждый смог понять Как нам нужен Бог Я смотрю в глаза Христа Вижу счастье полноту Мой Господь Мой Господь Я от Тебя Взгляд не отвожу Ты даруешь сердцу мир И душе покой Если б каждый на земле Знал Тебя Знал Тебя Мой Как нас любит Бог Как нас любит Бог Как нас любит Бог В Нем источник жизни всей И душе покой И душе покой От беды хранят Слышит каждый вздох Придите все к Нему Оставим мрака тьму Оставим мрака тьму Спасет он нам требу Людям Боже Бог Конституция страны Основной Основной Высший закон Общества И государства Особый нормативный акт Имеющий Высшую Юридическую силу Так Дается Определение Конституции Конституция Российской Федерации Содержит 9 глав И 137 статей Конституция Республики Молдова 6 глав И 143 статьи Как правило В начале документа Пишется И отмечается Что Конституция Составляет Основу Государственного строя И ее статьи Не могут быть Никоим образом Изменены Разве что По нормам Самой Конституции И как правило Последняя Глава Конституции Содержит О себе Информацию О порядке Внесения Поправок И изменения Или пересмотра Конституции Для многих Присутствующих Здесь Как впрочем И для наших Зрителей Довелось Судьбой Пожить В разных Странах И видеть Перемены Конституционного строя Может быть Даже не Однажды И поэтому Тема нашей Сегодняшней Программы Актуальна ли Еще Конституция Правки И редакция Основного Закона Несколько лет тому назад В России Был проведен Опрос общественного Мнения Что люди Думают О Конституции Оказалось Что Сорок один Процент Сорок один Процент Опрошенных Сказали Что основной Закон Конституция России Хорошая Двадцать Процентов Это Нам не подходит Нет А Оставшиеся Тридцать девять Процентов Вообще Не могли Определить Хороший Это закон Или плохой И Пятьдесят Четыре процента Опрошенных Сказала Что Закон Хоть он И основной Но он Для того Чтобы Через время Его можно было бы Пересмотреть Поменять И привести В соответствие С реалиями Сегодняшнего дня А вот Теперь давайте Подумаем О том Как строиться И есть ли правила Какие Чтобы строить Наши отношения В обществе В доме В семье С соседями Знаете Мне кажется Что каждый Каждый Родитель Хочет Чтобы его Ребенок Был Каким Послушным Вот мне Подсказывают Послушным Простите А чему Какие Какие Правила Должны быть И мы Взрослые И мы Взрослые Пытаемся Наших Детей С детства Этим Правилам Наставить Научить И Мы очень Хотим Чтобы они Практиковали В жизни Вот что они Вот мы говорим Должны Или не должны Делать Должны быть Образованными То есть должны Учиться Хорошее Хорошее Желание Для ребенка Давайте еще Честными Мы хотим Чтобы в дом Они не Приносили Чужие вещи И мы Говорим Не делай этого Будь честным Замечательно Еще Добрым Быть По отношению К тем Кто рядом Прояви Сострадание Прояви Доброту Свою Мы учим Их Мы наставляем И мы хотим Их видеть То есть друг друга Поддерживать учим В трудную минуту Ты помоги Товарищу Он поможет Потом Когда тебе нужно Поможет тебе По отношению К родителям Уважай Старших Уважай 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 Учителя В школе Мы этому учим Правда? И мы хотим Мы эти правила Если рядом Окажется Более слабый Человек Нуждающийся В помощи Что мы учим? Помоги Этому слабому Помоги Этому старенькому Да? Помоги Этому маленькому Учим мы Ибо мы хотим Чтобы в наших Детях Это наше желание Чтобы вот эта доброта Росла Мы говорим Что нельзя быть Каким? Черствым Еще каким? Жадным Эгоистом нельзя быть Да? Жадным Мы учим За столом учим Да? Если сидят братишка Сестренка Или там гости пришли А наш Вперед всех Подожди Подожди Надо чтобы всем Хватило В нашем доме Мы старались Своих вот детей Именно вот этой фразой Воспитывать А когда кто-то из них Пытается себе больше Мы задавали вот такой Очень тактичный вопрос А всем другим Хватит? Постольку Сколько ты Себе хочешь И смотрим тогда Наше дитё Отодвигает часть того Что он уже К себе приблизил Не потому что не хватит Не потому что Нам жалко Не потому что Мы не можем Дать этим детям Можем Но мы хотим Чтобы они Вот слово вы хорошее сказали Послушными И мы для них Вот эти правила Чтобы были честными Справедливыми Чтобы не были Жестокими Чтобы не были Трусливыми И вот это всё Мы прибиваем И вот проходит время Дети вырастают Наши Дочь выросла Выходит замуж И идёт в другую семью Ну так получается Что идёт в дом Мужа своего То есть к родителям Мужа своего И только Переступила порог А ей говорят А в этом доме у нас Свои правила Ну и мама Мужа Свекровь называется Да Начинает Невестку Учить Сюда положи Вот здесь Будешь гладить Вот сюда Будешь Складывать То что не нужно И вот эти правила И смотрит Это Юная Невестка И не знает А как же ей с этими Правилами Справиться Или наоборот Женился Наш сын А жена С первых дней Говорит А моя мама Учила Так Делать И как только что-то прошло Время какое-то Что-то Ей не очень Понравилось Она опять свою маму Вспоминает И говорит А знаешь В нашем доме Моя мама И в конце концов У мужа не выдерживают Нервы Он начинает ей Отвечать И она говорит Он меня не любит Он меня разлюбил Он меня не понимает А оказывается Вся проблема Только в том Что вот эти правила Которые были В одной семье В одном доме Пытались перенести В другой Но Еще говорят Что сегодня Для укрепления Добрых отношений Нужно Старые традиции Возрождать Давайте я прочитаю вам Что такое традиция Определение Которое дает словарь Традиция От Латинского Передача Исторически Сложившиеся И передаваемые Из поколения В поколение Обычаи Порядки Правила Поведения Но мы только что говорили Каждая семья Семья Имеет Свои традиции И более того Проходит время Семья взрослеет Наконец-то Уже нет И папы С мамой Уже Они ушли на покой Их нет в этой жизни И наша семья Уже стала Сама взрослой И мы уже Свои Привычки Традиции Правила Устанавливаем То есть Если говорить о традициях То они тоже Со временем Изменяются Они не постоянны На них положиться Нельзя Знаете Многие Мальчишки Девчонки Которые выросли В постсоветское время Выросли на Вот этих Новых Веяниях Новых фильмах Отношения нового поколения Мне кажется Что многие из них Попадают В серьезнейшие Проблемы В Белгородской области Есть Колония В которой сидят Девочки 610 девчонок В возрасте от 18 От 14 до 18 лет 610 девчонок Которые совершили Довольно Тяжкие преступления Потому что Срок у них От 4 до 9 лет А Вы знаете Что малолетним Преступникам Как правило Большой срок Тюремного Заключения Не дают И когда Стали исследовать И изучать В чем же Главная причина Откуда У этих Девочек У тех Кто должны быть Вроде как Самые мягкие Нежные Будущие Жены Будущие Матери В ком Должно быть Как бы Природой заложена Вот эта любовь И любовь к ближним И любовь к более слабым Откуда у них Жестокость Откуда у них Такое Стремление Совершить Преступление Причинить боль Или даже Смерть Тому Кто оказался На их пути Оказалось Что подавляющее Большинство Из них Насмотрелись Боевиков Художественных Фильмов Бригада Бумер Вот то что было Их идеалом Они даже Клички этих героев Которые в фильме Звучали Для себя взяли И подражали Во всем Как поступали герои Тех Боевых фильмов Результат Они осуждены На долгие годы А я думаю А по справедливости Наверное Нужно Чтобы наказание Понесли и те Кто создали Этот идеал Кто создал Вот этот образ Современного Боевого Или такого Раскрепощенного Человека Девушки Мальчика Эти режиссеры Постановщики Которые Получили за это Большие деньги Но ввергли В беду Шестьсот десять Девчонок Это только В одной Белгородской Колонии Познавая мир И вникая В суть бытия Мы обнаруживаем Что кроме всех Вот человеческих Правил Преданий Или Традиций Есть Еще и Законы Которые Обойти Невозможно Они существуют Вне Нашего Желания Их переписать Переделать Невозможно Их нельзя Назвать Традиции И они В отличие от основного Закона Страны Которые Хоть и основной Но говорят его можно Поменять А вот их поменять Никак нельзя Ну например Например Закон Земного Притяжения Вот сколько бы Молодой человек Мальчишка Не накурился бы Травки Или не наглотался Вот этих таблеток Которые Отключают его разум И как бы ему Не казалось Что у него Выросли крылья И он Полететь Теперь может А не может Благо если это всего лишь Разбитый нос И он Здесь Недалеко Где-то упал Закон Земного Притяжения Он был Есть и действует И переписать Или переделать Его невозможно И это еще не все Есть еще допустим Евангельский закон Который Христос как-то изрек И сказал Что человек посеет То и пожнет Вот Я думаю Что те у кого есть еще Приусадебный участок Или есть где-то В деревне Участок И кто как-то С землей Связан Он подтвердит Что это закон Неизменный Если мы посадили Картофель То там не вырастет Кукуруза Ну никак не вырастет Как бы мы не хотели Чтобы она выросла Если мы посеяли Пшеницу То мы осенью Хлопок там Не соберем Закон Закон действует И сколько бы Человек не пытался Вывести Какие-то Гибридные сорта Как он считает Лучшие сорта Все равно Самое Лучшее Это то что Бог вложил В начале В то семечко Маленькое Где Расписано Было Пером Творца Детально Всякое Движение Жизни Что зародится Потом Лучше чем Бог Сотворил Нет Ничего в этом мире Но Мне хотелось бы сегодня Отметить Еще один Самый основной закон Который касается Наших отношений Мы говорим Нашей нравственности Нашей морали В Библии он назван еще Законом Божьим Псалмопеец Давид 110 Псалом 7 и 8 стих Дела рук его Истина И суд Все заповеди его Верны Тверды На веки и веки Основаны На истине И правоте Есть Существенное Отличие Божьего закона От Законов Человеческих Пусть даже Самых лучших Законов Принятых Людьми Заповеди Или статьи Небесной Конституции Бог говорит Они Стоят На веки И веки Евангелие От Матфея 22 глава Стихи 37 по 40 Иисус сказал Ему Возлюби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим Твоим И всею Душою Твоею И всем Разумением Твоим Сие Есть Первая И наибольшая Заповедь Вторая Подобная Ей Возлюби Ближнего Твоего Как Самого Себя На сих Двух Заповедях Утверждается Весь Закон Что Лежит В основе Божьего Закона Любовь Что В основе Божьей Конституции Вот это Удивительное Слово Вот Знаете Ни наказание Ни жесткость Ни тюрьма Ни смертная казнь Которая Могла бы страшить Человека А Бог Иисус говорит Что В основе Божьего Закона Божьей Конституции Есть Вот это Ключевое Слово Любовь Любовь к тем Кто рядом с нами И любовь К Богу нашему Мы верующие Называем это еще иногда Что это Десять Заповедей Которые были даны Человечеству От самого Начала У едемских Ворот еще И затем На Синае Бог Утвердил Или дал В письменном виде На скрижалях Каменных И вручил их Моисею Ну вот здесь Кто-то может со мной Не согласиться И сказать Ну как До Моисея же не было Закона Ну не было же Но скрижали где получил На Синае Бог написал своим перстом На камне Дал Моисею Он их разбил Потом вторые скрижали Но где дал На Синае А раньше были заповеди А закон был не раньше Откуда мы можем так уверенно говорить Что да Я сказал эту фразу Я сказал эту фразу Я сказал эту фразу Но я хотел бы чтобы Вы на веру Не так легко принимали Все что говорят люди Кто бы это ни был Кем бы он вам не представился А давайте посмотрим Есть ли у нас основания Для того чтобы говорить Что до Синая У Бога Был уже Этот основной закон Конституция Вселенной Существовала и для нашей земли Помните Мы буквально На прошлой встрече Говорили о человеке По имени Иосиф Мы говорили о его Удивительной судьбе О том что он был продан Своими родными Братьями в рабстве О том как он там прошел Этот нелегкий путь И был в почете Был в тюрьме А потом стал вторым В стране египетской Но я хотел бы сегодня Одну маленькую деталь Из его жизни Особенно подчеркнуть Один фрагмент только Когда он был продан Своими родными Братьями в Египет Он попал в общем то Не к плохому хозяину Хозяин Очень скоро Видя его старательность Прилежание Поставил его Одним из главных Среди своих слуг Но одна беда там была Вернее одна жена там была Женщина была Которая Жена Патифара Этого хозяина Которая По сути дела Видно была Женщина властная И не особенно Целомудренная И она увидев Этого молодого Слугу Решила с ним Просто развлечься И Стала ему День за днем Делать намеки А потом Дошло до того Что уже От намеков Она Перешла к реальным Действием Схватила его За одежду И потащила в спальню Ну так написано Давайте я прочитаю Этот эпизод Он записан В Книге Бытие 39 главе Иосиф 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 «Как же Сделаю я Сие великое Зло И согрешу Перед Богом» Обратите внимание Какая Нравственная Чистота И какой стержень Жизни У этого молодого Человека был Откуда? Он знает Оказывается Правила Отношения Между Человеком И Богом И знает Закон Божий Как нужно Относиться К своим Ближним И если это чужая Жена А ты Туда Взоры Обратил Глаз Туда Положил Как говорят И руки туда Потянул То это Как он называет Зло великое И грех Он говорит Как я могу Согрешить Пред Богом Она жестоко С ним Поступила Она отомстила За его целомудрие Она Оболгала Его Что он был Инициатором этих действий И он в тюрьме Долгие годы Провел Но ведь это Событие Когда происходило? До Синая Или После? Сотни лет Еще годы Многие Должны были Пройти Пока Пришел Моисей И пригласил Или вывел народ Израильский Из Египта Многие годы Если нет Никаких Правил Если правила Можно менять Если Не существует Закона То За что Судить? За что Судить Было бы этого Или как бы Мог бы этот Иосиф Определить Что это грех Если он не знал бы Божьих заповедь В общем то Я хотел бы Одну очень простую Иллюстрацию Привести Вот в нашей жизни Это было Мы жили в одной системе Советский Союз Назывался И там были Законы Вот Человеческие законы Которые можно было Менять И был закон Который Когда ты купил В одном месте А продал В другом месте То ты был Нарушитель Ну вот слово вы хорошо помните Такое Спекулянт Такое Ярлычок такой А прошло время Да Законы поменяли И если ты купил В одном месте А хорошо продал В другом месте То ты успешный Предприниматель Бизнесмен И честь и хвала тебе Потому что Ты не только себе Оказывается Налоги государству Ты еще и семье И детям И чем больше Ты в одном месте Покупаешь Дешевле А в другом месте Дороже Больше Продаешь Тем более Ты знатный Человек В городе Где ты живешь Вот так Человеческие законы И так Смотрите Если нет Закона Вот был закон Он который Который за вот эту куплю Продажи Наказывал И мы все Кто этим друг занимался Если кто-то из нас Этим занимался То перед государством Мы были Преступники Грешники А закон изменился Нет закона Нет никаких нарушений Ты уважаемый человек Но Знаете Не так Обстоят дела С божьим законом Что сегодня Он есть А завтра Его можно Отменить И мы видим Что как у ворот Едема Как во дни Когда Иосиф Был в Египте И там вот эти Притязания этой женщины Было Так и потом На Синае Было объявлено То же самое Те же самые принципы Помните На веки И веки Давайте сделаем такой Небольшой Анализ Чтобы нам понять Как правильно строить Наши отношения С Богом И друг с другом Первая заповедь Книга Исход 20 глава Начинаем со 2 стиха Первая заповедь говорит Я Господь Бог твой Который вывел тебя Из земли египетской Из дома рабства Да не будет у тебя Других богов Эта заповедь Знакомит нас С Богом нашим Она конечно звучит Несколько странно Вы говорите Ну я же не в рабстве Я же не в Египте Какое отношение Имеет эта заповедь Сегодня ко мне Но заповедь говорит Я Господь Бог твой Который вывел тебя И мне когда я Вдумываю смысл этих слов Я вижу Я вижу Я вижу в этом В этой заповеди Силу Бога Которому я служу Я Говорит Господь Тот Который тебя Вывел Где они были? Рабами Какой государь Какой правитель Добровольно Отпустит Отпустит Своих рабов Которые ему Задарма работали Чтобы они В своих Руках 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 Я Господь Я Господь Бог твой Который Вывел Вывел Дал Свободу Освободил Тебя От рабства Поверьте Вот это преамбула Эти первые строки Божьего закона Когда он Только знакомит Нас с собой Открывает нам Бога Всемогущего У которого Есть сила У которого Есть мощь И самые страшные Оковы Греха Он способен Разрушить Такому Богу Стоит служить Вторая заповедь Говорит Не делай себе кумира И никакого Изображения Того что на небе Вверху Того что на земле Внизу Что в воде ниже земли Не поклоняйся им И не служи им Ибо я Господь Бог твой Бог ревнитель Наказывающий Детей за вину Отцов До третьего И четвертого рода Ненавидящих меня И творящий милость До тысячи родов Любящий меня И соблюдающим Заповеди мои Здесь Несколько фрагментов Хотелось бы Отметить Мы как живущие В христианской Стране конечно же Не будем Себе из дерева И камня Каких-то идолов Вытачивать И перед ними Кланяться Мы говорим Это как бы Не для нас Но позвольте Разве Сегодня Мы не слышим Такие фразы Как Это мой Кумир Да Актеров В театре Актеров Или певцов Которые выступают Они кумиры общества Ну ладно Мы как бы Может быть Эстрадой Театрами Не так увлекаемся Давайте Еще одну Такую Сферу Кто-то нам сказал Что Есть банк Куда мы можем положить Свои деньги И через Полгода Из наших Сто Получится Тысяча И мы Поверили И мы понесли Да Еще собрали У соседей Позанимали Потому что Есть Оказывается Тот Кто творит Для нас Чудеса И сотворили себе Кумира А потом оказалось Что банк лопнул Деньги исчезли И мы остались Сами в долгах Да еще вверги своих Друзей В долги Еще эта заповедь Говорит о наказании Но если говорить о наказании То здесь Сравните До тысячи родов Милость И до третьего Четвертого рода Только Наказание Третья заповедь Не произноси Имя Господа Бога Твоего Напрасно Ибо Господь Не оставит без наказания Того Кто произносит Имя Его Напрасно О чем это здесь? О ругательных словах В адрес Бога Я думаю Что не только Да Это грех Когда мы Хулим Бога Когда мы Произносим в адрес Бога различные Слова Они хорошие Но здесь Еще гораздо большее А в древности Считалось Что если я Узнал Или завладел Именем Бога Своего врага Другого народа То я И над этим народом Владычествовать буду Опять же Что то далекое для нас Но давайте По другому Сейчас подумаем О наших ситуациях Когда мы можем Произносить Имя Господа Бога Напрасно Вообще Когда мы Произносим имя Бога Чаще всего? Когда мы Молимся Правда? А вот теперь Подумаем Как мы можем В молитве Напрасно Произносить имя Господа? Ну и не только Слишком часто Давайте я вам Одну ситуацию Обрисую Студент А учиться Не хочет Ну знает Что есть Бог И знает Что мама Научила Папа Научил его Молиться А в конце недели Экзамен должен быть И он Спокойно себе Спит Игры компьютерные Играет С девушками Гуляет И наступает Конец недели Он Молится Господи Сегодня экзамен Ты же помоги мне Господи Вот это желание Чтобы Бог Сделал чудо Там Где он должен был Трудиться Это напрасно Бог желает Чтобы мы Каждый Исполнили Свою часть Свою долю А когда я Бездельничаю Когда я Предмет не учу Или Ой работу Потерял И вместо того Чтобы искать Работу На диване Лег Телевизор И передачу За передачей Жена Там приходит Ну ты пошел Поискать А Господь Господь Поможет Это правда Но Господь Не потворствует Лени Не произносите Имя Господа Бога Вашего Напрасно Надеясь Что он для вас совершит Какое-то чудо Не будете К нему Обращаться Как палочки Выручалочки Как какой-то Знаете Волшебному Какому-то Талисману Не произносите Напрасно Имя Господа Бога Вашего Ибо это Серьезно Следующая Заповедь Гласит Четвертая заповедь Помни Заповедь Подобно Тому Как если бы мы Регулярно Возвращались Снова В родительский дом И пропорция Там Шесть к одному Шесть дней Работай А один день Проводи В отдыхе В общении Со своим Творцом Некоторые Люди Почему-то Христиане Некоторые Почему-то Читают только ту часть Где говорится Что не делай никакого Дела Но на самом деле Заповедь Содержит Прежде всего Повеление Шесть Дней Что делай Работай Вы знаете Есть люди Которые согласны Чтобы и по христианскому Обычаю И по Иудейскому Обычаю И по мусульманскому Обычаю Чтобы выходных Было Как можно Больше И когда На Новый год Или на девятый Или восьмое Там мая Или еще когда-то На восьмое марта Праздники вдруг Удлиняются Всех Это радует Стало больше Выходных А потом не знает Куда эти выходные Использовать Господне правило Господня заповедь Гласит Шесть дней Работай И только Один Пусть будет Днем Отдыха Днем Когда Ты можешь Отдохнуть К сожалению Даже этот один день Отдыха Люди Не по назначению Чаще всего Используют Мы видим Как в мире Выходной Значит надо с друзьями Выходной Отметить И вместо того Чтобы с Богом Общаться Общаются Да с другим Богом Бахусом Общаются с вином Пятая заповедь Почитай Отца твоего И мать твою Чтобы Пролились дни твои На земле Которую Господь Бог твой Дает тебе Это заповедь Не просто Забота о родителях Хотя Сегодня наверное Мы видим повсеместно Как нарушается Это заповедь Когда при живых Родителях Дети начинают Какие-то суды Делят имущество Там имущество то Нет толком Там домик старый Там участок какой-то Запущенный А они уже Родители живые Они уже Делят это Заповедь Поручает Детям Заботиться о родителе Родители Должны Когда они уже Становятся пожилыми Быть уверенными Что их Холодильник Теперь будет Наполнен И конечно же Это заповедь о том Что нам нельзя Ронять Честь своего дома Честь отца И матери Шестая заповедь Не убивай Увы Убивают Убивали И будут Убивать Страшно Видеть как Страшно видеть как Близкие Родные Люди Вдруг Становятся врагами Брат Не разговаривает С сестрой И хотя он еще Не навел Дуло Автомата Но его Внутреннее состояние Это состояние Вражды Вот почему Иисус говорил Что гневающийся На брата Он уже Нарушает Эту Заповедь Преступно Ненавидеть Нужно Нужно Седьмая Люди Ее А теперь Гражданский Брак Вот Так красиво Правда Гражданский Брак Брак Они Гражданский Образ Жизни 27 Нобелевских Лауреатов Людей Разумных Неглупых Мир Перевернулся Потому что Основа Исчезла Потому что Божий закон Он не в почете И они пишут Просвещенный Человек Руководствуется Собственным Пониманием Жизни Без вмешательства И давления Властей Вот как они хотят Ты руководствуешься Тем Как ты считаешь Правильным Считаешь правильным Что нет больше Понятия Отца И матери Есть родитель номер один И родитель номер два И это Нормально Они прямо пишут Времена изменились И в наше время Значение человеческой Личности Ценится Выше Чем религиозные Или политические Догмы Другими словами Не нужен Нам Божий закон Мы Обойдемся Без него Нужно все это Поменять И это Говорят Неглупые Мудрейшие Из мудрейших Но на самом деле В мудрости своей В глазах Божьих Они Обезумели Они Потеряли То что Так очевидно То что Так очевидно То что Богом заложено В супружестве В этом Нежном Славном Супружестве Растоптано И Выброшено Вон Я бы так сказал Еще Вот эти все Проблемы Которые Возникают На уровне Семьи На самом деле Это начало Гражданской войны Она вначале Там Семья Возникает Там Первые Раздоры Там Это Первая Ругань А потом Это Страшные Трагеди Следующая Заповедь Восьмая Не кради Мне хочется Процитировать Карамзина Если одним словом Выразить Чем занимается На Руси То слово Это Воруют Я думаю Что только тем Кто вырос На постсоветском Пространстве Понятно Выражение Когда Приходишь домой Приходят гости К нам И Лежат Полочки Новые В коридоре И спрашивают А где взяли А свинишка Отвечает Папа с работы Принес И вы понимаете Да Вы улыбаетесь Я знаю Почему вы улыбаетесь Потому что вы понимаете Раз принес Работы Значит он за это Не платил Он просто их взял Как он уж это объяснял Вот почему то слово украл Пытается здесь Не произносить Просто папа Или мама Принесли Ну а если мама на кондитерской Фабрике То сахар Яйца И конфеты Всегда обеспечены Заповедь Господня Которая отражает его характер Гласит Не кради Не кради чувства Не кради вещи Будь честным Пред Богом Наше время стремительно Бежит И мне хотелось бы завершить Еще две заповеди Не произноси ложного свидетельства На ближнего твоего И опять же Начинается в семье Правда Как только дети поссорились Первое что мы слышим Это он первый начал Или это она уронила Это она сделала Как-то Откуда взялось Вроде учили Учили тому Чтобы поступили Поступали честно Праведно Но откуда вот это Это он первый Вину на другого Возложить А мне кажется Здесь еще есть Нечто Чего мы не должны Произносить Не произносить скверных слов Не произноси Ложного свидетельства Если подумать О той Вы знаете Я вот Год назад В больнице лежал В российской больнице И К своему удивлению Обнаружил что Мой русский язык Это не совсем тот русский язык На котором Говорят современные люди Ну Есть знаете Печатное слово А есть Непечатное слово Или Или еще называют Нецензурное слово Я понял что Мои Вот Пациенты Которые вместе со мной В палате лежат Еще шесть человек Они совершенно легко Обходятся Какими-то десятью словами В которых печатного Ну может быть из десяти Два-три есть Все остальное Непечатное Но Когда мы Вдумаемся Какие слова Произносятся Самое святое Мать Родную Ее по матери По другому Вот Использует А заповедь Господня Не произноси Ложного свидетельства Не говори Не возбуждай Эту агрессию В себе И в тех Кто слушает тебя Удали скверные слова Из лексикона твоего Божий закон Непреложный Ну и последняя заповедь Не пожелай Не пожелай Не пожелай чего Ни жены Ни всего того Что у ближнего твоего Я думаю Сколько бы Меньше хлопот Было бы у нас Если бы эту заповедь Помнили по-настоящему Я думаю Те кто помнит Советские времена Помнят как Если у соседки Появилась новая стенка Я такую же хочу Если появился У кого-то Хрусталь О Мы готовы Макулатуру Собрать Гораздо дружнее Чем наши Внуки Или дети Наши в школу Эту макулатуру Несут Потому что Сдав ее Мы получим Желанный талончик А на талончик Приобретем себе Хрусталь Поставим его В сервант В ту самую стенку И стоит он уже Лет двадцать и тридцать Если мы его Хоть раз использовали Может быть То это хорошо А так он Неиспользованный Никому не нужный А если бы прислушались К этой заповеди Как просто было бы Ни этой заботы Ни этих нервов Ни этой беготни Как просто Говорит Господь Не желай Того что у ближнего твоего Завершая обзор Этих правил Для нашей счастливой жизни Хочу отметить одну Очень важную деталь Мы ознакомились С этим основным Законом Божьим законом С этой Божьей Конституцией Но Эти правила Они не делают Нас Святыми Они Не делают нас Лучшими Библия сравнивает закон С зеркалом Я не могу не вспомнить опять Этого врача В больнице Который Одному из пациентов Когда тот Начал жаловаться Что у него и тут болит И там болит А он говорит Посмотрел на него И говорит Голубчик А вы на себя в зеркале Давно смотрели? Вы говорит Посмотрите на себя Что ж вы хотите Посмотрите на свои Мешки Под глазами Ну что ж вы хотите Жалуйтесь на здоровье Да? Возраст-то ваш каков? Закон это зеркало Который показывает Вот наше Болезненное Греховное Состояние Которое Показывает Какие мы есть Действительности А А где выход? А вот для этого Пришел Иисус В этот мир Некоторые люди говорят О, Христос пришел Чтобы то, что люди Не могли исполнить Поменять Изменить И отменить Слова Иисуса Я пришел Не нарушить Но исполнить Ни одна черта Ни одна иота Не придет из закона Пока не исполнится все Не нарушить Я считаю, что люди Которые говорят Что Христос Нарушил Божий закон Берут на себя Очень Неблаговидную роль Роль Обвинителей Христа Если Христос Нарушил Значит он кто? Грешник А если он грешник У нас нет Спасителя Если Христос Нарушил Он грешник А если он грешник Мы Пропали У нас Нет Спасителя И Евангелие Полно этих чудных примеров Когда Грешники Приходили А он Говорил им Прощаются Прощаются Тебе Грехи Твои Но очень Хочет наш Господь Чтобы Говоря нам И я не осуждаю Тебя И я прощаю Тебя Он увидел бы нас Ходящими Путями Правды Правды Иди И впредь Не греши Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И Мой Иисус Возьми 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 В свои Ладони Согрей Теплом И Нежностью Согрей Я Как Блинка Средь Большого Поля Возьми Живу Под милостью И Добротой Твоей Не Отпускай Меня Когда Я Буду Рваться Большие Выси Неосознанной Мечты И Если Не Успею Разобраться Не отпускай меня Всегда будь рядом ты Ты наделил меня таким же нежным светом Ты наделил такой же красотой Мы обвенчались и в одежде летай Повсюду следовать я буду за тобой Не отпускай меня, когда я буду рваться Большие выси неосознанной мечты И если не успею разобраться Не отпускай меня Всегда будь рядом ты Не отпускай меня, когда я буду рваться Большие выси неосознанной мечты И если не успею разобраться Не отпускай меня Всегда будь рядом ты В молитве пред Богом нашим Мы хотели бы вознести теперь Те прошения Те нужды свои Те боли свои И то глубокое желание Господа вмешаться в нашу жизнь Вмешаться так Чтобы мы могли сказать Как благо Что ты, Господи, это сделал Как дивно Что ты открыл глаза мои И я увидел В тех правилах Которые ты давал Не тяжкие запреты А доброе Наставление Твое воспитание Которое ты хочешь дать мне И так нежно Снова и снова Предлагаешь Чтобы я это исполнил В жизни своей Друзья мои Пусть сердца наши Сегодня будут открыты Всецело пред Богом И пусть молитвы наши Здесь написанные И те, которые в вашей душе Будут совершенно честными Пред Богом Потому что он знает Не только Что мы написали Или что бы мы хотели сказать Но что на самом деле В душе нашей Пусть наша Душа Откроется пред Богом Когда мы Станем для молитвы Отче наш Сущий на небесах Мы благодарим Тебя За великий дар жизни Что дал каждому из нас Мы благодарим Тебя, Господи Что Ты Не просто так Оставил нас на земле Но дал нам Особое воспитание Особые правила Ты открыл нам закон свой И приглашаешь нас Послушными быть Тебе Господи, благодарим Тебя Что Ты Милостив к нам И Ты Не по справедливости А по милости своей Так много раз Прощал нам Грехи наши И мы вновь и вновь Приходим к Тебе С этой просьбой С этим сознанием Что в свете Твоего закона Святого и праведного закона Мы несовершенны Мы грешники Поэтому просим Отче Прости нам Вину нашу И омой нас От грехов наших И приходя пред лицо Твое, Господи Мы здесь в этих письмах Изложили свои желания Свои просьбы Просьбы, которые Касаются нашей личной жизни Нашего здоровья Господи, Ты знаешь Тех Всех по имени Кто написал Тебе эти письма Ты знаешь Тех, кто не писал Но в душе своей Теперь взывает к Тебе И молит об исцелении Молит Тебя о том Чтобы в доме Наступил бы мир и покой Чтобы болезнь отступила Отче Ты великий врач И Ты, придя в этот мир Исцелял больных И Ты обещал Что когда мы будем Взывать к Тебе То Ты услышишь Молитвы наши И поэтому просим Соверши Великое И недоступное Но при этом, Господи Мы просим Пусть будет воля Твоя И пусть Если воля Твоя Чтобы мы Еще какое-то время Проявили терпение То Ты бы послал Нам это терпение И мужество Перенести боли Перенести страдания И остаться верными Тебе Господи В Твои руки Вручаем Свою жизнь Своё здоровье Свои силы Своих детей Своих близких И славу возносим Тебе За то, что Ты Милостивый Бог наш Любящий нас Спаситель и Господь Во имя Христа Аминь Известный русский поэт Евгений Ертушенко Наш современный поэт Отражая состояние людей Которым ни на что Не хватает времени Отразил это В стихотворении Спешка Проклятие века Это спешка И человек Стирая пот По жизни Мечется Как пешка Попав Затравлено Цейтнот Поспешно Пьют Поспешно Любят И опускается Душа Поспешно Бьют Поспешно Любят А после Каются Спеша Но Ты Хотя б Однажды В мире Когда Он спит Или кипит Остановись Как Лошадь В мыле Почуяв пропасть У копыт Остановись На полдороге Доверься Небу Как судьбе Подумай Если Не о Боге Хотя бы Просто О себе В исполнении Татьяны Чугуряну Прозвучит Песня Небо В жизни Есть И Трудные Минуты Всякое Бывает На пути Но Как только Взор Подниму К Богу Небо Вижу Небо Впереди Небо Голубое Небо Голубое Как прекрасно Знать Что там Мой дом Родной Небо Голубое Небо Я хочу Скорей Хочу Скорей Домой На земле Я Только Лишь Прохожий Что Встречаю Скоро Все Пройдет Я Свой Взор Направлю В небо К Богу Знаю В небе Ждет Меня Покор Небо Голубое Небо Как прекрасно Знать Что там Мой дом Родной Небо Голубое Небо Я Хочу Скорей Хочу Скорей Домой 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 И И Господь Небо Домой Небо Небо Голубое Небо Как Как Прекрасно Знать Что там Мой Дом Небо Голубое Небо Я Я Хочу Скорей Домой Я Хочу Скорей Хочу Скорей Домой Научно Научно-технический прогресс Привел к большим переменам в нашей жизни Меньше тратится время на тот же объем производства Вместо тяжелого физического труда людского для человека работают механизмы машины, компьютеры, но почему-то несмотря на то что техника заменила труд людской, человеку все равно не хватает времени. Не хватает времени. Вместо восьми часов, в которые, кажется, нужно было бы уложиться, некоторым из нас приходится работать. Двенадцать часов. И вроде закончили труд, вернулись домой, вспоминаем, мы же не закончили. И быстро что-нибудь перехватив, бежим снова в офис или идем снова на работу. Экономится время для производства, но почему-то человек становится все больше и больше занятым. Можно ли изменить ритм времени? Можно ли изменить и как правильно спланировать время, чтобы хватило его и на сон, и на отдых, и на хорошую работу? И вот, как-то один мужчина вернулся вечером с работы, а на пороге его ожидал пятилетний сыночек. Отец поприветствовал сына, сын обнял отца, и вдруг сынишка спрашивает. Папа, а ты много денег зарабатываешь? Сколько ты получаешь за свой труд? Отец был несколько удивлен такому необычному вопросу и говорит, сынок, уже поздно, тебе пора спать. А ну, отправляйся в спальню, давай укладывайся спать, я устал. Но вопрос, который задал ему сын, на самом деле был такой необычный, он не ожидал от пятилетнего мальчугана услышать этот вопрос. И разделся, поговорил с женой, решил зайти к своему сыну, а тот не просто спросил, сколько зарабатываешь, а спросил, а ты можешь мне занять сто рублей? Взял эти сто рублей, заходит к сыну, тот еще не спал, ну и начался этот разговор отца с сыном. Отец спрашивает, так что ты, сынок, хотел узнать? Папа, я хотел узнать, сколько ты в один час зарабатываешь денег? Говорит, ну, двести рублей зарабатываю. А почему ты просил у меня? Ты просил, чтобы я тебе сто рублей дал? Да. Ну, на, держи. И отдал ему сто рублей. Как бы половина его часового заработка. Мальчонка быстро вскочил, поднял подушку и вытащил оттуда две бумажки по пятьдесят. Сложил все это вместе и говорит, вот теперь у меня есть то, что нужно. Отец еще больше удивлен. У тебя уже есть деньги, зачем тебе еще было деньги у меня просить? А сынок, так посмотрев на отца, говорит, папа, вот теперь у меня ровно двести. Хочу у тебя один час времени купить, чтобы ты со мной побыл. Мы улыбаемся этому рассказу и, может быть, этой наивности детской, но в этом есть свой глубокий смысл. И даже когда мы уже работу закончили и пришли в дом свой, посмотрите, людям, живущим в одном доме, в одной квартире, в одной семье, порой просто не достает времени друг для друга. Пришли, пришли домой с учебы, а в ушах у сына студента наушники. И он как зашел, он зашел в дом, но он в другом мире. Он не здесь, он там в этом мире музыки, этих песен, может быть, каких-то историй, постановок. Заходит отец, уставший с работы, плюхнулся на диван, в руке пульт от телевизора, и он там, как мы говорим в этом ящике. Пришла жена, мама пришла, да, вроде на кухне там что-то кашеварит, но в это время телефон у уха, она с мамой или с подругой разговаривает. Да ей надо еще позвонить, позвонить парикмахеру, заказать время, чтобы прическу хорошую сделать. И вот они живут в одной семье, в одном доме, в одной квартире, сын, дочь, отец, но все они так далеки друг от друга. Не хватает времени, не хватает времени, чтобы пообщаться. Ну вот, наконец-то приходит лето, время отпусков, ну, казалось бы, теперь самое время отдохнуть. Кстати, если еще одну ремарочку сделать, кто-то посчитал, сколько мы на что время тратим, потом к отпуску перейдем, то получается, что если в среднем человек живет 70 лет, средняя продолжительность жизни 70 лет, то за это время больше всего он тратит на сон, это если он спит всего по 7-8 часов, 21,5 лет он тратит на сон, на работу гораздо меньше, за 70 лет, примерно 10 лет он работает, а 11 сидит у телевизора. Вы вот улыбаетесь, возьмите ручечку с карандашиком и на самом деле прикиньте, прикиньте, ведь на работу-то он идет не с малолетства, а дети маленькие уже в 5 лет, а и раньше уже возле телевизора. А когда на пенсию вышли, то снова там же у ящика, да уже все сериалы для пожилых людей, это же любимая тема. 4,5 года примерно тратится на еду, на прием пищи, 2,5 на то, чтобы эту пищу приготовить. Где-то около года тратит женщина, стоя у гардероба и смотря, чтобы ей одеть. 2,5 года примерно тратится на то, чтобы пойти к врачу, на больничные, на лекарства, на аптеки, 2,5. В молитве в среднем отводится 2 недели. Есть еще нечто, что, конечно же, невозможно выразить цифрами. Вот то, о чем мы говорили, что приходим, мы вместе, мы, кажется, свободны уже от работы, а вместе и не бываем. И вот если теперь говорить об отпуске, то некоторые люди считают, что отпуск лучше проводить в семье раздельно. Муж в горы, жена к морю, детей бабушке, дедушке или в лагерь отдали. Другие, наоборот, считают, что... А, и мотивация такая, за год мы друг другу так надоели, чтобы хотя бы 2-3 недели или месяц, чтобы соскучились, чтобы вот эмоции свежие появились. И мы были снова потом вместе, и нам уже на год хватило бы запаса быть в одной семье. Другие, которые по-другому подходят к вопросу отдыха в летнее время или отпусков, они считают, что именно совместный должен быть отпуск. Муж, жена и дети должны вот это время, свободное от работы, проводить вместе. Почему? Их мотивация такая, что в течение года вот эти все рабочие моменты, они не дают полноты общения. И поэтому даже вечернее время каждый проводит в своем мире, а вот в отпуск поехали, и можно оставить в стороне все. И оставив все в стороне, как раз скрепить или усилить эти чувства семейные, чувства близости, чувства вот этого отцовства, материнства. И наоборот, дети могли бы почувствовать, что их родители наконец-то уделили им достаточно времени. И им, как тому пятилетнему мальчику, не нужно намекать отцу, что он готов купить у него хотя бы один час времени. Знаете, говоря о совместном отпуске, мне понравилось выражение одной женщины. Которая сказала так, я люблю отдыхать с мужем, считаю, что отдых должен быть совместным. Вот ребенка бабушке, дедушке можно сдать, а мужа не отдам никому. Думаю, что очень правильно рассуждала эта женщина, мудро. Потому что, когда оставляешь семью, да ты еще свободен, ты на берегу моря, теплый песочек, теплая вода. И потом получается то, что называют курортный роман. Весело провели время, отдохнули и расслабились. А сколько потом горьких слез, разбитых семей, и не вернуть назад никакими силами то, что было сожжено в эту неделю или месяц отдыха. Если вспомнить библейское начало. И вообще я хотел бы сказать одну очень интересную вещь, что когда у нас возникают какие-то вопросы, как правильно, библейский ли текст, какой-то не очень понятный, сложный, потому что у апостола Павла есть некоторые выражения, которые так вот сразу прочитав и не особо поймешь, к чему это он сказал. То самое лучшее, если мы хотим узнать, как правильно вернуться к истокам, вернуться к началу. И мы уже на первых встречах неоднократно это делали. И я бы хотел, чтобы мы и сегодня, находя время для исследования Библии, и отвечая на вопрос, как же время правильно распределить, обратились бы тоже к началу, к истокам, отнеслись бы к тому времени, когда Бог сотворил Адаму и Еву и поселил их вместе в Едемском саду. Беда когда случилась? «Когда Ева оказалась одна». Мы не будем пытаться вернуть историю назад, это невозможно. Но кто знает, как бы сложилась история нашего мира, если бы они постоянно были вместе. Может быть, друг друга поддерживая, они смогли бы противостоять тому искушению дьявольскому, и не было бы этой трагедии сегодня на земле. Апостол Павел в первом послании Коринфянам, 7 главе, 5 стихе говорит, «Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе». Бог предусмотрел, чтобы труд, отдых, развлечение семья проводила вместе, нераздельно. Очень серьезный совет, очень серьезная рекомендация нам. Конечно, бывают ситуации на работе, бывают по болезни, когда в командировку кто-то уезжает, или в больнице лежит долгое время, когда не могут быть муж и жена вместе и видеть друг друга. Это особый случай, и с пониманием мы относимся к этому. И в такие минуты, мне кажется, или в такие дни вот эти прекрасные чувства любви, наоборот, крепнут, и через расстояние, разделенные временем, они не теряют друг друга. И давайте теперь обратимся снова к самому началу. Когда Бог сотворил человека, Он поместил его в самое лучшее место. Написано, насадил Бог рай на востоке и поселил там Адама и Еву. Чем они занимались там? Вот как вы себе представляете жизнь в раю? На лужайке раскинулись, и ничего им делать не нужно было, правда? Но все же растет, все же уже созрело, Бог посадил, все совершенно, ни сорняков, ничего нет. Или они все-таки чем-то занимались? Интересно читать библейский текст, что Бог говорит, что Он поселил там человека, чтобы возделывать этот мир удивительный. Небесный Отец, когда поселил их в этом чудном уголке, Он знал, что находиться в самых райских условиях – это еще не все. Вы можете мир золотым сделать, но если нет должного общения, этот золотой мир будет для вас золотой тюрьмой или золотой клеткой. Поэтому, когда мы читаем о том, что Бог подарил человечеству счастье супружества, семейной жизни, Отец Небесный предвидел еще нечто, очень важное, что нужно людям. Давайте обратимся к Библии. Вторая глава Бытия, первый по третий стих. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо Он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». В прошлый раз, когда мы говорили о неизменных правилах, которые Бог дал, и это правило морали, нравственности, правило счастливой жизни, то мы там коснулись уже немного той заповеди, которая регулирует наш труд и наш отдых. И помните, мы отметили, что Божья заповедь начинается не с отдыха, а с чего? Шесть дней работой. Бог определил первым людям, что у них есть занятия, у них есть труд, но Он определил им один день и для отдыха. И как мы потом, как мы в прошлый раз об этом говорили, мы вспоминали четвертую заповедь, где сказано, «Помни день субботний, чтобы светить Его шесть дней работой и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни кто еще, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, и даже и скот должен отдыхать в этот день». Почему? «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и источники, а в день седьмой почил». И у меня вопрос. Бог что, устал за шесть дней работы? Утомился так, что теперь вот надо один день выходной взять? Почему один день Бог выделяет из семи и говорит, что это день особый? Вы помните этого мальчика? Ему нужно было дороже всего на свете, всего лишь час, проведенный с отцом. Господь знал, что у человека будет эта особая потребность, не просто счастливо, здоровым жить в этом мире, а ему нужно общение с тем, кто его сотворил. Ему нужно общение с отцом, которому придет и откроет все на душе, о котором он скучает, и поэтому, ну вы скажете, у нас сегодня ведь не просто один день, у нас даже два дня отдыха. У нас два дня отдыха. У нас и суббота, и воскресенье, по закону, в стране два дня отдыхают. Отдыхают ли люди два дня? Да, мы от производства отдыхаем, а когда пришли домой, мы вспоминаем. И не просто вспоминаем. Белье не постирано, комната не убрана, а весна пришла, есть у нас участочек там, что надо? Приготовить его, вскопать, вспахать, посадить, ухаживать. И получается, что мы шесть или пять дней отработали на производстве, устали в эти два дня. Еще так наработались, что не дождемся, когда же понедельник настанет, чтобы народ на работу пойти и хоть немного отдохнуть. Неправильно. Неправильно. Мы изнашиваем себя не только физически. Мы изнашиваем себя духовно, мы духовно опустошаем себя, что потом работа не та не в радость, не домашняя не в радость. И тогда и начинаются проблемы. Коль работать там не хочется, и дома все тоже не в радость, то отсюда и начинаются многие проблемы. Господь хочет что-то другое нам дать. Он приходит к нам в день, который у нас миляет, и говорит, этот день я хочу посвятить вам. Я жду вас на эту особую встречу, где вы можете все свои заботы открыть, а я утешу вас. Свои неприятности рассказать, а я помогу их решить вам. Этот день я хочу провести с вами. Но кто-то скажет и возразит, простите, но суббота, она же для евреев дана. Да? Ну как? Ну кому заповедь была обращена? А вот у мусульман, у них пятница. Ну а христиане так решили, что лучше будет, если воскресенье. Давайте еще раз вспомним. Когда были сотворены первые люди, была национальность какая-то? Были нации? Были евреи? Был один человеческий род. И к этому первому человеческому роду, к этим первым людям, Бог обращается и говорит, день один я вам посвящаю. И этот день не просто один из семи. Это день, который я освящаю своим присутствием. Есть ли у нас какие-то основания думать, утверждать? А еще бы лучше, если у нас было бы это библейское основание, в котором мы могли бы сказать, что еще до Синая люди знали, и Господь желал, чтобы они имели этот день особый, день отдыха, им, Богом освященный. Есть у нас основания, чтобы так говорить? Давайте вспомним историю выхода. Мы вчера говорили очень много об Иосифе, да? Человеке, который проявил принципиальность, очень целомудренно жил он в чужой стране, но вот настал день, когда все-таки народ израильский вышел из земли египетской. Они еще, до Синая им еще далеко было идти. Они были освобождены из рабства. И куда они вышли, кстати? Куда они вышли? В какую местность? В пустыню из цивилизованного общества выходят в пустыне. Что, Бог их вывел умирать? У них иногда такие мысли возникали. Они иногда на Моисея роптали, говорит, ты куда нас привел? Это же пустынное место, здесь ничего нет. У нас там хоть мы и рабами были, хотя бы в котлах что-то было, а здесь ни котлов, ни еды, ничего нет. Что делает Бог? Он их действительно вывел умирать от голода? Нет! Он позаботился о том, чтобы у них было достаточно пищи. И мы знаем эту чудную историю, что Он дал им каждый день, давал им манну небесную, кормил их каждый день в течение всех сорока лет. книга Исход, 16 глава. И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день. Но удивительно, давая им каждый день, Он говорит, а в шестой день пусть заготавливает сколько? Двойную норму. Почему? А потому что, говорит, на седьмой ее не будет. Не будет. Потому что на седьмой ее не будет. Потому что в седьмой день вы, пожалуйста, отдыхайте. До Синая еще не дошли. Удивительно, каждый день собирали, если собрали, и кто-то пытался, ну, и рабы же вчерашние, где-нибудь что-то припрятать на черный день, на завтрашний день, припрятали. Что на утро? А кушать не могут, потому что черви завелись. Удивительно, Бог простых людей, необразованных, рабов этих, через пищу учил, как правильно. Строить свою жизнь. Какой ритм жизни должен быть у нас. Сколько трудиться, а сколько отдыхать. Вышли те, которые в пятницу все собирать. Смотрят, собрали в два раза больше, чем обычно. Меряют. Два раза больше. Удивляются, как так? А куда девать будем? Мы же это не съедим. А Господь говорит, что надобно пить, пихите сегодня. Что надо варить? Варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. Они говорят, испортятся. Господь говорит, нет. Утром в субботу, когда они открывают свои сосуды с манной, там они видят совершенно свежий продукт, который можно было употреблять, так же, как и каждый день до этого. Но для кого-то рабы же, ну, рабы вчерашние, никак не доходят, да? И они говорят, ну, хорошо, мы сегодня двойную норму, а в субботу выйдем с утра, у нас еще двойная норма будет. Кто его знает? Как там дальше будет? Накормит нас Бог? Будет это манна? Не будет? Рабское же еще сознание, не созрели еще. Вышли. Там, где было всегда полно, а сегодня пусто. И Господь им говорит тогда, Он говорит, а сколько вы еще будете, сколько вы еще будете нарушать заповеди мои и повеления мои? И нарек дом Израилев, хлеба тому имя, манна, она была, как кориандовое семя, белое, вкусом же, как лепешка с медом. Очень красиво здесь изложено, вот это вот, я бы сказал, изложено то расписание, как нам строить нашу трудовую деятельность и хозяйство наше. Все приготовления должны быть закончены когда? В пятницу, Он говорит, все, что надо печь, пеките сегодня. Все, что успеете, ну, а правильно, к празднику как мы готовимся? Как мы готовимся к Новому году? Неужели кто-нибудь из вас, дорогие хозяйки, так, что уже вот 12 скоро наступит, вы фартук завязываете, но пора готовиться к Новому году. Ну, ведь так вы не делаете, правда? Заранее, там, в среду, в четверг, когда там 30-го числа, а там еще, может быть, неделю до этого уже нужные продукты закупили, холодильничек забили, потому что, знаете, придут дети, придут внуки ваши, и вы заранее рассчитали, какие пироги, какой высоты, какой каравай, что вы там спечете, все рассчитали. Испекли все. А когда наступает Новый год, то вы уже в обед 31-го, у вас все блестит, у вас все готово. Хотя еще, как говорится, до гостей и 2, и 3, и 5 часов еще, но у вас все готово. Иначе вы не будете чувствовать себя уютно, иначе это не будет праздник. Какой же праздник, если одни сидят за столом, а другие там кочегарят где-то? Не праздник это. Ну, а другие скажут, слушайте, ну, если никакого дела не делать, как в заповеди, так что это? В субботу утром проснулся и лежи себе целый день, и ничего не делай, и никуда не ходи, спи себе. И опять я хочу просто, вот знаете, к логике, человеческой логике воззвать. Ну, неужели это праздник, когда ты весь день провалялся в постели? Да это же не праздник, это безделье. Это не знать, куда потратить время. Его оказалось вдруг так много, что не знаем, как теперь и отдохнуть. Я уверен, что наилучшим примером, как и что нам нужно делать по отношению отделенного Богом дня, дня субботнего, когда мы посмотрим, как к этому дню относился наш Господь Иисус. И для этого в Евангелии есть множество примеров. Вот давайте один из них хотя бы. Евангелие от Матфея, 12 глава, стих 8. «Ибо Сын Человеческий, говорит Иисус, есть Господин из субботы. И отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу? Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее, не вытащит? Сколько же лучше человек овцы, и так можно в субботы делать добро?» Мне кажется, очень так определенно, правда сказано, что можно и как относиться к субботе. Где Христос был в субботу? Он вошел туда, где читали Божье Слово. Тогда это была синагога, сегодня это будет дом молитвы, это церковное здание. Мы бы сказали, что... А что он делал, кстати, там? Чем занимались синагоги? Учили, читали священное писание. Он толковал, он вместе с ними изучал. Что еще? Кого он встречает в этой синагоге? С кем он проводит время? Больной человек. Больной человек, который нуждается в уходе, нуждается в помощи. И поэтому для нас вывод какой? Где мы можем быть, кроме дома молитвы? Посетить больных на дому, сказать им слова утешения, помолиться о них, поддержать их духовно. Еще, с кем общался Иисус? Он же не один шел, кто его сопровождал? Его ученики, они всегда были рядом. Что он делал с учениками в день субботний? Да, многие вспоминают историю, они там где-то полями шли и немножко, это самое, ели вот эти пшеничные колосья там, да? Вот. А что он делал на самом деле с учениками? Он шел и он наставлял. Они не пошли на поле молотить. Они тем полем не проходили для того, чтобы колоски собрать и вечером муки намолоть. Нет. Он находился с ними в постоянном учении, наставлении. И это и был их ритм жизни. Правильный ритм жизни. Один из семи дней должен быть днем отдыха. И не просто отдыха. День, посвященный Богу. День, посвященный для того, чтобы воздать хвалу и славу Создателю. Кто-то может сказать, ну, я же посвящаю один день. Ну, вот какая особо разница? Как вы считаете? Какая разница, если из семи какой-то? Ну, мы можем считать как угодно. Давайте посмотрим, что Библия говорит. Книга про Иезекииле, 20 глава. «И дал им заповеди мои и объявил им постановления мои, исполняя которые человек жив был через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Друзья мои, помните, мы когда говорили о эволюции и творении, мы коснулись чуть-чуть этого вопроса. Когда я соблюдаю субботу, то я знаю, что у меня есть Господь, который меня освящает. Почему эта мысль здесь так затронута? Потому что соблюдая или святя субботу, я вспоминаю, как Бог мир сотворил. И когда я смотрю на свою жизнь и говорю, да я развалена, грешник смотрит на себя и говорит, я не могу. Тот, кто курит пачку за пачкой, говорит, а я не могу бросить. И я верю, что этот человек на самом деле хочет бросить, а не может. Сил нет. А тот, кто за рюмкой тянется и не может остановиться, а тот, кто стал рабом наркомании, наркотиков, он не может освободиться. А что делает Бог? Освящает, избавляет. Он имеет силу сотворить из ничего этот мир. И когда мы встречаемся с людьми, которые являются рабами своих привычек, мы можем им сказать, а вы знаете, есть Бог, у которого сила такая, что Он из ничего может сделать прекрасный мир. И Он это сделал, когда творил. Когда вспоминаем субботу, когда мы в субботу приходим на поклонение, мы говорим, Господи, мы веруем, что Ты Бог, Который мир сотворил и Который освящение проводит. Далее. Это теперь текст, который говорит конкретно о том, что у Бога нет различия по национальностям еврей, не еврей или еще кто-либо. Книга про Каисайя, 56 глава. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа Бога, быть рабами Его всех, еще раз подчеркиваю, всех хранящих субботу от осквернения и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадуя их в доме моем, в доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Сильные слова, не правда ли? Для всех народов. У Бога нет ни каст, ни расы. У Него нет племянников и внуков. Мы Его дети. Мы все близкие. Мы все родные. Мы Его достояние. Мы Его творение. Конечно, когда говорят, что какая разница, какой день, позвольте еще одно возражение. Писание, опять же, основанное на Священном Писании. Когда Бог сотворил первых людей, Адаму и Еву, Он сочетал их в брачном союзе. Это Бог привел Еву к Адаму, и Он в восторге воскликнул. И Бог воскликнул, что это кость от костей моих, это плоть моя, это та, кто будет моей женою. И Бог, сказано, благословил их. То есть, Бог своим личным присутствием, своим благословением осветил брачный союз, супружескую жизнь. Так сделал Бог вначале. И так мы находим это на протяжении Ветхого Завета и Нового Завета, что брак ваш да будет свят, и ложе непорочно. Так в Писании о супружестве говорится. А если муж пошел к другой, то что? А если он пошел к другой, то что? Он нарушает святость супружества. Он может быть только с той, которую Бог ему дал. А если с другой, то это грех. Так говорит Библия. Заповедь так говорит. Не прелюбодействуй. Бог говорит, вот это тот день, а теперь уже говорим о дне, одном из семи дней. Бог говорит, вот это тот день, который я посвящаю вам. И мы читали с вами в заповеди, и осветил, и благословил Бог день субботний. А если я ушел в другой? А если я у другой, то я кто? Ну, выводы очень понятны, правда? И очень очевидны. Друзья, нам не нужно возвращаться на пути греха. Бог для того и взывает к нам, и открывает нам вот этот лучший план жизни, чтобы мы знали, где истина, где правда, и где тот ритм жизни, который мне принесет и моей семьи, на самом деле удовольствие и счастье. Подавляющее большинство людей идет другим путем. И мы иногда говорим, это наша традиция. Это наш путь. Это вот так мы привыкли. Знаете, говоря о традициях, я вот вспомнил фразу из Евгения Онегина. Там про мать Татьяны, сельской помещицы. Пушкин так как-то очень красиво это выразил. Давайте процитируем. Она езжала по работам, сушила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь, все это мужа не спросясь. Вот такая традиция была на Руси во времена Пушкина. Ну и ходить в баню по субботам для многих сохранилась даже и сегодня. Говорят люди, традиция такая. Но есть, чтобы быть справедливыми, нашел я еще одно стихотворение или короткую выдержку в такой стихотворной форме, которая тоже о субботе. Послушайте. А день седьмой ведет заря в тумане, пустеет Лондон в этот день святой, принарядясь, идут гулять мещане, выходит смывший грязь мастеровой, пришла суббота, отдых и покой. Лорд Байрон, известнейший поэт. Видите ли, есть, оказывается, разница и в традициях. Если говорить о прошлой истории нашей, если вспомнить о том, что было в далекое время на Руси, то мы находим, что не всегда люди на Руси верующие шли путем тем, которые традиционно идут сейчас. Оказывается, в далекие годы когда только зарождалось государство российское, были люди, которые, читая Библию, нашли, что правильный день отдыха это день субботний и стали его светить. Я назову лишь два имени, два брата, Федор Васильевич и Иван Васильевич Курицыны. Это не были крестьяне, это не были простые люди. Они несли государеву службу, это конец 15 века и начало 16 века. Последняя дата их жизни известна 1504 год. Федор Васильевич был русский государственный деятель из боярского рода. Он был очень ученый человек, он был дипломат, его называли, или степень была ученый-диак. То есть, он был практически один из приближенных Ивана Третьего. Его брат Иван Васильевич, но у него почему-то прозвище такое было, Волк, он тоже состоял на дипломатической службе. Если поднять архивы истории государства российского, то мы обнаружим, что эти оба брата сослужили действительно большую службу. И в дипломатическом плане они были не только тонкие дипломаты, но они смогли заключить политические союзы, заключить договор там, где до них никто с этим не справлялся. Но государева служба это одно, была у них и духовная жизнь. И вот в этой духовной жизни они очень тесно были связаны со священным писанием и духовными поисками. И вот, изучая Библию, они пришли к тому, пришли и к тому, что день субботний по Библии это есть день, освященный Богом. Надо сказать еще и то, что в царском доме, в царском доме были те, кто к ним прислушивались, и кто были готовы идти вместе с ними. Внук Ивана Третьего, Дмитрий, он уже был к тому времени венчанный на царство, и его мать Елена, они тоже примкнули к этой группе читающих, исследующих Библию и соблюдающих субботу. Но вы знаете, как во все времена при царских дворах часто были различные интриги, заговоры, и были две партии. Одни были за Ивана Третьего, чтобы на его престоле Ивана Третьего воссел не Дмитрий, а воссел Василий Третий, и эта партия победила. Ну, а знаете, когда кто-то побеждает, то вторую побежденную партию старается подальше сдвинуть. Так вот, Дмитрий и его мать Елену заточили в монастырь, и они бесследно потом исчезли. А вот этого Ивана Волка и его брата Федора, их тоже сначала заточили, а потом Ивана в Москве сожгли в деревянной клетке, объявив его еретиком, вместе с Архимадридом Касьяном и еще несколькими видными государственными деятелями. Их имена пытались обесславить, им попытались прилепить этот ярлык ересей жидовствующей, но это были те люди, которые оставались верными не только государю своему, но и Богу, свято соблюдая Божьи заповеди. Знаете, удивительно, что в четвертой заповеди нет такого жесткого повеления. Если, скажем, другие заповеди очень категоричны, правда, не убивай, не кради, то заповедь четвертой, она начинается со слов помни. То есть Господь не делает насилие над нашей совестью или над нашим пониманием. Он просто приглашает человек, а ты вспомни о своих корнях, ты вспомни, откуда появилась жизнь, ты вспомни создателя своего, ты вспомни искупителя своего, ты вспомни того, кто избавил Израиля из рабства египетского, ты вспомни, кто кормил их 40 лет каждый день манной небесной, а каждую пятницу давал двойную норму, вспомни, кто в субботу заботился о них, и у них была пищи достаточно, не было недостатка ни в одной семье, ты вспомни, вспомни учителя и Господа своего, который в пятницу на кресте почил, умер за грешный род человеческий, а в день субботний был в покое, в могиле, как и жены мироносицы, которые приготовили благовоние и масти, а в день субботний написано по заповеди остались в покое. Вот таков был ритм детей Божьих, вот таков был ритм нашего Господа Иисуса Христа, он находил время, и для учеников, кстати, неоднократно было так, что когда они утрудившись, он останавливал работу и говорил, а теперь пойдите и отдохните немного, но в день субботний, но в день субботний он был в храме, он был в доме своего небесного отца, он был в месте, о котором сказано, что дом мой назовется домом молитвы всех народов, и вот в этот дом молитвы, в этот храм по времени, вы знаете, иногда нет места, нет строения, куда человек мог бы зайти и помолиться, но есть храм во времени, Богом созданный, он приглашает меня и вас, чтобы мы были с ним, чтобы постоянно получать этот заряд бодрости, эту энергию, эту силу, чтобы уставшие от суеты, от бега этой жизни, мы могли вдохнуть силу от Бога и Спасителя нашего, что скажем мы, выбор всегда за нами, мы можем сказать, как говорят люди мира этого, а мы пойдем другим путем, а мы этот мир, который Бог предлагает, мы не хотим знать, мы его лучше разрушим, освоим, построим, разумно ли рушить то, что Богом создано, не лучше ли принять и сказать, Господи, как чудно, что среди всей суеты этой жизни Ты имеешь для меня ничтожного и слабого, больного и грешного время, в которое хочешь пообщаться, слава Тебе за это, Господи, аминь. Прихожу к тебе в тиши, ты знаешь все во мне, ты знаешь глубину души и лучше тебя нет, и лучше тебя нет. Когда не в силах больше, я противится судьбе, возьми меня, доверяю я тебе. каждый день, каждый день встречаю я несчастье несчастье и беду, и жду тот час, когда же я ответ найти смогу, тогда я понимаю, что ответ мой лишь в тебе. Возьми меня, доверяю я тебе. лишь в тебе, лишь в тобой ты жизнь не дар, всю вину, все на себя, и теперь живу я. когда я понимаю, что ответ мой лишь в тебе. Возьми меня, доверяю я тебе. Снова ты стучишь ко мне, и все меня ты ждешь. Упреков нет, а лишь твоя безмерная любовь, что открывает сердце и дает душе покой. Возьми меня, доверяю я тебе. Лишь тобою я живу, лишь тобой ты жизнь не дар, всю вину взял на себя, и теперь живу я. Когда не в силах больше я противиться судьбе, возьми меня, доверяю я тебе. возьми меня, доверяю я тебе. Теперь настало время молитвы. и мы говорили сегодня, вернее, на сегодняшний день, что придут на молитву вперед сюда прежде всего те, те, кто самые младшие, дети наши, пожалуйста, теперь это ваше время, подходите сюда ближе, и кроме тех молитв, которые в этой корзине, тех молитв, которые мы возносим каждый вечер, подходите сюда поближе, в центр сюда, там вверху еще, если есть дети, пожалуйста, можете послать их тоже сюда, так важно, чтобы детям родители уделяли внимание, так важно, чтобы наши дети чувствовали, что они нужны, они нужны нам, и они нужны Богу, что они желанные всегда, чтобы для взрослых не было временем уделить время, и может быть, не час в день, а гораздо больше, пожалуйста, подходи сюда, подходите, если кто-то на руках, подходите ближе сюда, вместе с малыми, это то, что желает Господь, чтобы дети наши не где-то в стороне были, когда Он учил, родители хотели бы, чтобы их дети были рядом с Ним, а некоторые говорили, они мешают нам, они шумят, а Иисус говорит, пустите детей, приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное. Я приглашаю все собрание сейчас подняться для особой молитвы, молитвы о детях, о нас и о детях, о нас, потому что от нас во многом зависит, потому что дети малые, как и что они узнают о Боге. Можете на руки взять, если дети малые, не смутитесь, приходите вместе с детьми сюда. И о детях, которым нужна защита Божья, покровительство Божье нужно, сила Божья нужна. Помолимся Господу о тех, кто еще на руках, помолимся о них, кто еще только начинает эту жизнь и которым так нужно Божье попечительство. Помолимся Господу. Отче наш, сущий на небесах, придя сегодня в дом молитвы, в дом Твой, мы пришли вместе с нашими детьми. Мы благодарим Тебя, Господи, что в Слове Твоем Ты открываешь нам, что Ты нам, детям Твоим, уделяешь особое время каждую неделю. И вот теперь мы пришли с нашими детьми, желая им уделить особое время в молитве. Господи, прежде всего, хочу просить о родителях, хочу просить о бабушках и дедушках, хочу просить о нас, взрослых, Господи, умудри нас мудростью свыше, чтобы мы могли правильно воспитывать эти драгоценные дары, которые Ты поручил нам. Пусть, Господи, в наших домах дети чувствуют себя уютно, пусть в наших домах они чувствуют атмосферу любви, принятия их, и чтобы воспитание наше оказалось благотворным для них. А теперь, Господи, прошу Тебя о детях сих, о тех, кто совсем малые еще и на руках, они еще не знают сложности этой жизни, они еще беззаботны, может быть, приготовь их к этой жизни. Господи, пошли святых ангелов, которые были бы защитой, оградой для них от всякого бедствия, от всякого несчастья, от недобрых людей, которые могут встретиться им на улице где-то или во дворе. Господи, защити наших детей от козни дьявольских. И когда они повзрослеют и пойдут в школу и встретятся с другими детьми, которыми, может быть, не знают Тебя, Бога Всемогущего, дай им быть малыми свидетелями о чудной жизни, которую Ты даруешь тем, кто любит Тебя. Господи, возрастая, дай им мудрости, дай им знания и пошли им быть послушными нам, родителям, старшим, но особенно быть послушными Тебе, Богу, Творцу и Создателю. В руки Твои, Господи, вручаем малых сих и просим благослови их своим отцовским благословением. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит Господь на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжение следует... 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 которые, умудренные жизненным опытом, там дали эти советы. Да, они есть там, но именно в Священном Писании, именно в Библии мы услышим советы Господа Бога нашего, того, кто знает нашу жизнь лучше всех других, тот, кто сотворил нас, кому известны все наши поиски, наши желания, и который, более того, знает, какие последствия будет иметь тот или другой наш выбор. Книга пророка Иеремии, 29 глава, стих 11. Здесь слышится заверение нашего Господа, который говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Творец знает то, что нам неведомо. Он может помочь нам. Ну, кто-то говорит, ну да, он-то может, но где он и где я? Каков он и какой я? А есть ли ему вообще дело до вот моих этих мелочей или до моей жизни? Есть ли ему дело, знает ли он, насколько мала моя пенсия? А он вообще понимает, там, на небесах, находясь в окружении святых ангелов, что такое одному, одной сына воспитывать, а еще и работу при этом потерять? Вот он понять это может, чтобы нам, людям, у кого возникают подобные вопросы, показать, насколько мы дороги Богу, и насколько он на самом деле близок нам, и насколько он понимает нас, и насколько он сочувствует нам. Христос в своей земной жизни часто брал иллюстрации, чтобы на примере житейском показать и объяснить. И я бы хотел сегодня нескольких таких библейских или иллюстраций Иисуса привести сегодня в этой теме, чтобы мы увидели, что Богу небезразлична наша жизнь, и Он хотел бы, чтобы наш выбор был всегда наилучший. Первый текст, который, картину, которую хотелось бы увидеть, это Псалом 102 и стих 13. Послушайте, какую иллюстрацию царь Давид приводит. «Как отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его». Как отец милует сынов, так Господь, так Бог милует боящихся его. Давайте представим себе эту картину, о чем пишет автор этого Псалма. Попробовали представить себе сына и отца. Отец за столом или за станком занят какой-то работой. И к нему подходит, скажем, его пятилетний сынок, мальчуга. Ну, возьмем еще меньше, двух-трехлетний. И он подошел к отцу, он сам не может к нему забраться на колени. Он сам не может посмотреть, что отец делает. Но вот у детей есть такая склонность. Если они доверяют, они вот ручонки кверху потянули. И вот теперь представьте себе отца, который чем-то занят, а к нему вот эти детские ручонки потянулись. Следующее действие отца. Он этого сыночка поднимает, а дальше движение к себе, к груди прижал. Мне кажется, вот в такие мгновения, вот в такие минуты вообще вечность наступает. Время теряет смысл, потому что у этого дитя, у этого сыночка был какой-то вопрос. Может быть, он был чем-то расстроен, но теперь, когда он оказался в объятиях своего отца, там все утихло. Там нет причин для слез, там то, что была какая-то обида или какая-то проблема. Неважно, он с отцом. А для отца этот миг, какой бы ни была важной работа, чем бы он там ни занимался, за компьютером ли сидел, или за станком ли там где-то возился, когда он видит эту картину своего дитя, своего сына родного, тянущегося к нему, да не может отец устоять и сказать, иди прочь. Мне не до тебя. Ты мне не нужен здесь. Пускай тобой другие займутся. Там есть воспитательница в детском садике. Пойди, она забыла тебе сделать то, что ты хочешь. Нет, это неестественно. Это неправильно. Это искаженное восприятие жизни, если кто-то из родителей, из отцов или матерей вот так относится. Нам, естественно, взрослым откликаться. Отцу, естественно, откликаться на просьбу, на нужду своего сына. И псалмопеец Давид, чтобы показать, насколько Бог близок к людям, он говорит, как отец милует сынов. Ну, а в Евангелии, когда Христос пришел, и чтобы пояснить близость Бога, мы найдем неоднократно разные сравнения, где Иисус, уча притчами, или непосредственно уча, говорит об этом же. Послушайте еще одно место. Евангелие от Матфея, 7 глава, стих с 9 по 11. «Есть ли между вами какой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Ну, вообще, абсурдно звучит, да? Вот Христос хочет показать, насколько абсурдно, насколько немыслимо, чтобы кто-то из отцов или матерей на просьбу ребенка кушать хочу. На тебе камень. Дальше. «Когда попросит...»